В первую очередь пройдите обозначенную пациентом линию дискомфорта с большим давлением, с запасом по длине. То есть, если показал, что болит ему здесь, то вы начнете дистальнее, войдете в линию боли и пройдете с запасом чуть дальше. Давление надо оказывать сильное. Ваша задача фасцию разровнять, все старые коллагеновые спайки убрать. Этот прием вызывает довольно сильный дискомфорт. Своевременно предупредите об этом вашего клиента. Также предупредите о том, что могут появляться покраснения, синяки и даже маленькая локальная припухлость кожного покрова. Также обсудите, что вы можете использовать медицинский тейп как пролонгацию терапии. И основной прием осуществляем, используя свои собственные руки, большие пальцы и обязательно делайте флексионную позицию большого пальца. Так вы обеспечите сохранность своего собственного инструмента. Также вы можете использовать двойное нажатие. То есть выбирайте основной палец, ведущий, который будет идти по линии, и второй палец будет работать как прижимная дополнительная сила. Начинаем паравертебрально, оказываем большое давление и идем строго по показанной линии. Прошли с запасом по длине и делаем контрдавление, разглаживаем фасту в противоположном направлении. Далее обычно мы смещаемся на сантиметр-полтора от основной линии в сторону и начинаем проработку, но по тому же принципу, с запасом в одну и в другую сторону. Давление надо обеспечивать сильное. При этом пациенту будет, скорее всего, очень неприятно. Помните, что основное количество рецепторов прячется именно в фасциях, в оболочках мышц. И, восстанавливая целостность фасции, волей-неволей вы будете оказывать давление на те самые рецепторы. Далее переходим обязательно и на вторую сторону. Даже если пациент сказал, что ему там не болит. Сейчас я показываю технику нажатия двойного. Один палец ведущий, второй прижимной. Но в любом случае, контр-давление в контр-векторе. Опять смещение от основной линии в сторону. И продолжаем прорабатывать триггерный тяж по линии. И, как правило, делаем третью линию. Многие спрашивают, зачем нужно контр-давление в противоположном направлении. Когда вы продавливаете фасцию и убираете триггерный тяж, то фасция может сделать канавку. Соответственно, эту канавку дополнительно надо разгладить. Аплодисменты. Аплодисменты.